Здравствуйте! В эфире наши новости в студии Евгений Быков. И прямо сейчас мы готовы рассказать о самых заметных событиях уходящего дня. Смотрите в выпуске. Достаем купальники. Синоптики обещают жару до 30 градусов. Опасное столкновение. Пассажирский автобус врезался в остановочный пункт, если пострадавшие. И три века на страже закона. Как в Березняках решаются проблемы, которые сперва кажутся неразрешимыми. О самом важном расскажем в ближайшие полчаса. Начну выпуск с важных изменений. Отныне материнский капитал можно потратить и на оплату образовательных услуг, которые предоставляют индивидуальные предприниматели. Документ уже подписан президентом России. Владимир Путин принял поправки в закон, которые расширяют сферу применения материнского капитала. Теперь семья может потратить деньги, в том числе и на оплату частных детских садов и школ. В Министерстве труда пояснили, что вторым направлением по популярности, на которое россияне используют маткапитал, является образование детей. На эти цели более 13% семей направили средства с начала реализации программы. Ранее оплатить услуги можно было только в образовательных организациях, которые работают со статусом юрлица. Ну а пока занятия в учебных заведениях еще не начались, самое время насладиться последними летними денечками. Тем более и погода в эти выходные нас порадует. В субботу температура воздуха ночью поднимется до 14 градусов. Днем и вовсе будет жарко до плюс 29. Такая же теплая температура будет и в воскресенье. Вот только по востоку края вероятны дожди и грозы, сообщают специалисты ГИС-центра Пермского госуниверситета. Что с остановкой? Жители Любимова второй день задаются этим вопросом. Накануне в остановочный пункт рядом с домом 12 на улице Дощенникова врезался пассажирский автобус. Случилось это по вине водителя 23 маршрута. К счастью, в результате столкновения пострадавших не было. Ущерб принесен лишь общегородскому имуществу. Конструкция остановочного пункта покосилась. По данному факту проведена служебная проверка. Водитель будет привлечен к дисциплинарной ответственности. Отмечу сегодня, работники спецавтохозяйства уже провели восстановительные работы. И в продолжении дорожных аварий. За прошедшую неделю в Прикамье произошло 6 ДТП с участием лосей. Как сообщает Министерство природных ресурсов, легковушки сбивали сахатых в Добрянском, Кунгурском, Чайковском, Губахинском, Аханском и Очерском районах. В одном из ДТП машину установить не удалось. А у нас на очереди патрульная рубрика. Обо всех свежих криминальных новостях готова рассказать Елена Джан. Слушаем тебя, Лена. Приветствую, коллеги. Украл гитару, пьяный пел песни на берегу реки, потом сломал инструмент и утопил его в реке. Такая интересная, на свой взгляд, случилась история с 36-летним соликамцем. В июне мужчина пошел гулять в южную часть города, зашел в один из торговых центров, увидел там небольшой отдел музыкальных инструментов. Вспомнил, что когда-то хорошо играл на гитаре. А дальше, как во сне, унес с собой гитару. Далее меломан отправился в центр Соликамска на набережной Усолки. Там он хорошенько выпил, стал играть на инструменте и петь песни. Однако что-то пошло не так, и музыкальный вечер закончился тем, что сломанная гитара полетела в реку. Ущерб магазину составил 6 тысяч рублей. Горе музыканта уже нашли. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». Что будет с ним дальше, решит суд. Следующая история из Перми. Там перед судом предстанет женщина-наркокурьер, оборудовавшая тайник с героином под детской горкой у многоэтажки на улице Вавилова. Сделала она это за несколько минут до задержания. В тайнике было порядка 50 свертков с наркотиком весом более 30 грамм. В арендованной квартире злоумышленницы-полицейские нашли еще 20 упаковок с запрещенным веществом, электронные весы и упаковочный материал. Жила она там с трехлетней дочкой, на глазах у которой и фасовала наркотики. 37-летняя жительница краевой столицы выполняла роль склада в преступной группе «Сбывавший героин». Кроме нее трудились там еще двое жителей Средней Азии. Подозреваемая по заданию организатора, полученному через мессенджер, забирала крупные партии героина, фасовала их, а затем раскладывала по тайникам для закладчиков. Те забирали товар и опять фасовали, но уже на разовые дозы. Уголовное дело направлено в суд. Тем временем в Санкт-Петербурге предстал перед судом 28-летний уроженец Чайковского. Как сообщает 59.ру, мужчина, подтвержденный психически больной. 8 августа он утопил в реке бездомную девушку, считая, что в ней якобы живет демон. Утоплена 32-летняя уроженка Молдавии. Она жила в палатке неподалеку от реки, где ее и встретил молодой человек. Сначала он задушил жертву, а потом перетащил к реке. Во время заседания суда обвиняемый полностью признал вину и не возражал против ареста. Мужчина будет находиться в СИЗО до 7 октября 2022 года. Ну а завершу позитивной информацией. Жительница Суксуна отблагодарила инспекторов ДПС, написав письмо в Краевое управление ГИБДД. 5 августа экипаж заметил на обочине, как женщина пытается отремонтировать свою машину. Оказалось, что во время поездки авто стало издавать странные звуки, которые порядком напугали ее 6-летнего сына. Полицейские нашли поломку и починили авто, а затем помогли добраться до дома водительницы и ее ребенку. И на этом у меня сегодня все. Берегите себя, коллеги. Что ж, спасибо, Елена. В Соликамске тем временем побывали представители 13 стран в рамках проекта «Культурные пути России» направления Пермь. Молодежь Соликамска рассказала об истории города, провела игры на знакомства, показала, что же такое битые огурцы. И преподнесла заграничным гостям подарки. А какие новости верхниками сегодня самые значимые? Расскажем далее короткой строкой. Продаем завод. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о возможных покупателях производства в Перми компании «Хенкель». По словам главы региона, интерес к активу проявляют пять компаний. Среди них есть и пермский бизнес. Стоит напомнить, что пермский завод «Хенкель» является одним из крупнейших производителей средств для стирки в России. Весной этого года немецкий концерн объявил об уходе из России. За полгода в Пермском крае сдано 13 тысяч квартир общей площадью более 1 миллиона квадратных метров. Это на 88% больше, чем за тот же период в прошлом году. Такие данные публикует Пермстат. Индивидуальными застройщиками введено в действие почти 800 тысяч квадратных метров. Это в чуть более 2,5 раз больше, чем за январь-июль 2021. А тем временем Уральский медицинский колледж сообщает, продолжается набор абитуриентов по специальности «Лечебное дело» на базе 11 классов. И подчеркивает, что срок обучения теперь меньше – всего 2 года 10 месяцев. Такие нововведения связаны с новым приказом Министерства просвещения России, который вступил в силу в июле этого года. Также продолжается набор и по специальности «Сестринское дело». Срок обучения составит 3 года 10 месяцев. Прием документов на обучение продлен до 25 ноября. И к новостям спорта. Радости нет предела. До днях сразу в двух детских садах открылись современные спортивные площадки. Какие возможности появились у дошколят? На открытии площадок побывала и наша съемочная группа. Вот закрыл. Что же делать? Как нам быть? У ребят на правом берегу сегодня настоящий праздник. В 92-м детском саду открылась новенькая спортивная площадка. На ней есть баскетбольные стойки, съемные футбольные ворота и столбики для волейбольных сеток, а также разметка для игр и небольшая зона для сдачи норм ГТО. Но самое главное, что эта площадка абсолютно безопасная. И как тут не устоять? Официально спортивную площадку считаем открытой! Перед тренировкой – разминка. Под зажигательную музыку детвора приступают к зарядке. Ну а после можно и в волейбол поиграть. Теперь занятия физкультуры и детишки встречают с восторгом. Все благодаря классной современной площадке. В спортивной мечте помогли воплотиться в жизнь колейщики. Поддержал инициативу депутат округа Алексей Сидоров. Я очень рад, что Урлукали принимает участие и помогает развитию детского спорта. То есть мы получим в скором времени чемпионов. И, соответственно, дети будут радоваться и проводить время с пользой. Руководители детского сада уверены, что будущих спортсменов можно воспитать с раннего детства. Поэтому решили проводить занятия по волейболу вместе с тренерами из спортивной школы «Лидер». Наша площадка будет использоваться в занятиях, в дополнительном образовании. Ну и, конечно, будем изучать элементы волейбола, баскетбола. Ну и думаю, будем участвовать в соревнованиях на городе, а может и дальше. Теперь территориально перемещаемся на левый берег. Такая же спортивная площадка появилась и в 72-м детском саду. Красную ленточку на открытии вместе с детсадовцами перерезал депутат-калийщик Андрей Харенцев. Как у вас настроение? Хорошо! Вот чтобы у вас было настроение еще лучше, компания «Уралкаре» дает вам эту площадочку, где можно заниматься спортом. Надеюсь, вы в дальнейшем будете будущими чемпионами нашими. Плюс к этому там еще есть мячи, скакалки. В общем, вам будет очень весело, да ведь? Да! И на этом добрые дела не заканчиваются. В качестве сюрпризов юные чемпионы получили сегодня и мячи. Мальчишки и девчонки тут же поспешили протестировать и новенькую площадку, и спорт-инвентарь. Будем кидать мячик через кольца. Будем играть в футбол. Будем прыгать на скакалке. Мой любимый спорт – это баскетбол. А мой любимый спорт – футбол. Я думаю, что мы выйдем за пределы спортивного зала. То есть игры с мячом перейдут в какие-то элементы баскетбола, волейбола и так далее. То есть мы сможем в летний период на безопасной площадке проводить с детьми занятия данного прыжка. Отмечу спортивные площадки. В 92-м и 72-м, а также в 88-м детских садах появились в рамках реализации проекта «Уралкалий» будущим чемпионом. В 2022 году построены уже три подобных комплекса, а в 2021-м – 11. Теперь маленькие березняковцы, несомненно, станут звездами спорта. Валерия Галакова, Никита Игнатьев, Кирилл Яранцев. Наши новости. Радуются детишки не только детским площадкам, но и летним лакомством. Считается, что в августе арбузы самые вкусные и сочные. К тому же именно в этом летнем месяце в сладкой ягоде содержится большое количество полезных веществ. Это пектин, пантотеновая и фолиевая кислоты, клетчатка, витамины, а также микроэлементы. А что насчет вредных нитратов? В ежегодный полосатый рейд накануне отправились наши коллеги из Березняковского рабочего. Они вооружились специальным прибором, который измеряет нитраты в овощах и фруктах. И устроили экологический эксперимент. Нормой считается, если нитраты не превышают значение 60 мг на килограмм. Журналисты проверили арбузы в разных точках города. Оказалось, что в некоторых местах продаж значение нитратов в ягоде превысило допустимый показатель практически в два раза. А где в Березняках купить вкусный и, самое главное, безопасный арбуз? Читайте в свежем выпуске Березняковского рабочего. А далее узнаем, на что обращают внимание березняковцы при покупке новых гаджетов. А также расскажем о честной, справедливой и беспристрастной работе ОКО государства. Не переключайтесь! Дорогие березняковцы, мы едем к вам. Мы, это Михаил Полицимака, Александр Гутин и проект «Внезапные чтения». 26 августа в 19.00 в Центральном доме культуры имени Ленина состоится наше представление, которое называется «Спасибо, Джон, мы все помним». Ждем вас с нетерпением. Приходите! Лето уже подходит к концу, а там и холода не за горами. Самое время подумать об обновлении зимнего гардероба. Тем более в Березняки только на один день приезжает выставка продажа шуб. Новое поступление. Кировская норка, пятигорский мутон, каракуль, нутрия, турецкие дубленки, мужские куртки, женские головные уборы и многое другое. Цены вас приятно удивят. На выставке можно приобрести меховые изделия с грандиозной скидкой до 70%. Шикарный выбор модели на любой вкус и возраст. А для экономных еще и действует акция. Сдай старую шубку и получи скидку в 15 тысяч рублей на новую. Кроме этого, можно сделать покупку в кредит до трех лет без первоначального взноса. Успевайте. Выставка будет гостить в Березняках только один день. Завтра, 19 августа, с 10 до 18 часов. ДК имени Ленина, Центральный вход. Уникальное событие. Модный российский автор Александр Гутин приедет в Березняки вместе с актером Михаилом Полицеймака и 26 августа прочитает свои рассказы прямо со сцены ДК имени Ленина. В рамках проекта «Внезапные чтения». Подробнее о событии расскажет Алина Багрянская. Говорят, благодаря литературе человек способен прожить тысячу разных жизней, при этом не выходя даже из собственного дома. Художественные произведения способны заставить нас плакать и смеяться. Я, например, люблю слушать рассказы прямо из-за уста автора, и скоро такая возможность у меня появится, а заодно и у всех жителей Березняков. Прочитать свои вымышленные истории в Березняки приедет модный автор-публицист Александр Гутин. В своем творчестве писатель рассуждает о советском времени, людях, различных событиях и даже о том, что чувствует стекло от бутылки. Истории Гутина разные, но их неизменно объединяет проникновенность и яркость. В детстве выбор профессии, он всегда очевиден. Ты хотел быть кем-то героическим, солдатом, летчиком, космонавтом. Но все выросли и стали бухгалтером. Большой пласт творчества Александра Гутина отводится детству и взрослению, а также мечтам, сбыться которым по каким-то причинам было не суждено. Все, о чем мы будем говорить, понятно людям нашего возраста, может быть, немножко помладше, немножко постарше. Это наша жизнь, начиная примерно с 8 лет и вот до теперешних нас сегодня. То есть то, что нас волновало, волнует и, возможно, будет даже волновать. Проект «Внезапные чтения» — это парные выступления автора и актера, где они погружают слушателя в мир ярких эмоций, раздумий и смеха. Происходит это благодаря профессиональной игре Михаила Полицеймака и неповторимой харизме автора Александра Гутина. Купить билеты на уникальное мероприятие можно тремя способами. В кассе ДК имени Ленина, на третьем этаже офисного центра «Юбилейная-1», кабинет 16, а также на сайте kasssy.ru. QR-код сейчас на экране. Алина Багрянская, наши новости. А вы хотите побывать на «Внезапных чтениях» и провести время с юмором и пользой? Тогда участвуйте в розыгрыше билетов в официальных группах ВКонтакте «Свое ТВ» и «Березняки-90», а также в телеграм-канале «Свое ТВ». Поучаствовать в конкурсе можно прямо сейчас, достаточно лишь взять в руки мобильный телефон. Кстати, жизнь современного человека уже невозможно представить без хорошего смартфона. А что при выборе телефонов важно для березняковцев? На мобильном опросе узнал Дмитрий Асташкин. За последние несколько лет мир сильно изменился. Смартфоны прочно вошли в нашу жизнь и не собираются сдавать позиции. Мощная батарея, хорошая камера, стильный дизайн. А может быть, все это вместе? На что обращают внимание березняковцы при покупке телефона, узнаю прямо сейчас. Базарея, камера, объем памяти. А соотношение цена-качество, допустим? Тоже важно. Батарея и внешний вид? Не, 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 чтобы хорошо держала. Ну, типа, чтобы хорошо батарея держала и все. Мы покупаем телефоны. Ну, у вас же он есть? Жив за пред. Ну, допустим, там... Не пришла. Цена, качество, память, пиксели, цвет, ну, цель тоже есть. Ну, стоимость, самое главное. Лично я придерживаюсь правила золотой середины и выбираю смартфон по критерию цена-качество. Что думаете вы по этому поводу? Оставляйте ваши комментарии и подписывайтесь на наш телеграм-канал. В этом году березняки отметили 90-летний юбилей. Празднование прошло с размахом на десятках площадок. А в следующем году грандиозный 100-летний юбилей отметит и краевая столица. Как идет подготовка к мероприятию? Узнаем из материала наших пермских коллег. В центре города Оксана бывает регулярно. И все последние изменения на улицах Перми замечает первое. Вот и стадион «Энергия». На реконструкции вместо старых беговых дорожек и трибун теперь это будет большой спортивный центр с бассейном, футбольным полем и множеством залов. Все в рамках национального проекта «Демография». Я думаю, что и бабушки, и дедушки не против. Будут посещать бассейн, стадионы. Бабушки у нас любители, занимаются пешим ходом. На территории завода «Шпагина» точно так же в графике продолжается возведение нового здания художественной галереи. Их работают по сменам безвыходных. На площадке одновременно находится не менее ста специалистов. Площадь будущей галереи больше 20 тысяч квадратных метров. Это в семь раз больше существующей. Уникальный проект предполагает, что значительная часть помещений будет находиться под землей. Уровень нижнего яруса минус 8 метров. Грунтовые воды при возведении приходится откачивать постоянно. К зданию новой краевой инфекционной больницы приступили только в феврале этого года. На сегодня уже готов каркас вспомогательного корпуса, заканчивают со свайным основанием корпуса лечебного. И это не какое-нибудь быстро возводимое модульное здание, а полноценное капитальное строение с независимой медицинской инфраструктурой. «Здание запроектировано на период эксплуатации 100 лет». Стройка краевой музыкальной школы из общего ряда выделяется хотя бы своими плавными форумами. Здесь будут не просто учиться музыке талантливые дети со всего региона. Должно появиться новое культурное пространство со своим амфитеатром и концертным залом. И подрядчик пока справляется. Есть определенные архитектурные элементы, которые не типовые. Это ведет к усложнению работ. Но генподрядная компания успешно с этим справляется. Все перечисленные объекты на особом губернаторском контроле должны быть готовы в 2023 году, специально к юбилею Перми. На заседании организационного комитета стараются учесть все мелочи и нюансы подготовкой к празднику. Так постепенно к реализации подходят и новые строительные объекты. Дворец «Спорт» универсальный. Там работу надо продолжать, выбирать подрядчика. И уже строительная техника в сентябре я хочу увидеть на строительной площадке. Поэтому задача такая. Еще одна установка от главы региона «Жизнь в Перми не должна замереть сразу после юбилея». Так что к празднику готовиться продолжаем, но и о перспективах на будущее забывать не стоит. Сегодня в России отмечают День географа. Праздник этот относительно новый. Впервые его отметили в 2019 году. Ну а чем в разные годы жителям-верхниками запомнился День уходящий? Время рубрики «День в истории». Три года назад в Пермском крае стартовал пилотный проект по дополнительному лекарственному обеспечению граждан. Программа была предусмотрена для пациентов, которые перенесли инфаркт, нестабильную стенокардию, стентирование и шунтирование коронарных сосудов. Льготная программа позволила пенсионерам сэкономить свой бюджет. Ведь, к примеру, одно из лекарств бриллинта на тот момент стоило порядка 4,5 тысяч рублей. Мечтали ли вы когда-нибудь посмотреть любимый фильм прямо из салона своей машины? Два года назад это стало реально для жителей и гостей Соликамска. Ведь в самом центре города, на Воскресенской площади, развернулся бесплатный автокинотеатр. 15 отечественных и зарубежных кинокартин, репертуар художественных фильмов, подобранный с учетом разных интересов. Площадка на 100 автомобилей и расписание на каждый день. При этом просмотр после регистрации абсолютно бесплатный. В 2020-м в этот день мы поделились с вами еще одной хорошей новостью. На этот раз из краевой столицы. Там открылся музей «История пермского баскетбола». В нашем регионе у этого вида спорта богатая история. Зародился пермский баскетбол в 1921 году. И с тех пор прошел непростой путь становления. Первый важный прорыв случился в начале нулевых. «Уралгрейд» – единственная команда в России, помимо ЦСКА, которая стала обладателем чемпионского титула. Причем сделала это дважды – в 2001 и 2002 годах. Ну а сегодня вечером предлагаем посмотреть очередную премьеру от «Своё ТВ». «Три века на страже закона». В этом году прокуратура Российской Федерации отмечает грандиозную дату – 300-летие со дня образования. Свою долгую историю ведет и прокуратура Пермского края. Ей исполняется 100 лет. В честь большого события мы подготовили фильм о честной, справедливой и беспристрастной работе Ока Государева. О том, как в Березняках решаются проблемы, которые казались неразрешимыми. Почему людям в погонах нельзя черстветь душой. И о том, как огромный пласт работы приходится проделывать ради тех, кто потерял веру в честность, нравственность и порядочность. Вообще, по идее, из-за детей, я думала, у нас, наши чиновники, должны быть вообще биться. Только прокуратура и жалуемся, только и помогает. А кто еще поможет? Больше никто не поможет. Вот побольше бы таких сотрудников, конечно. Даже не верится, что такие вот, как в кино. Проект Веры Андреевой в борьбе за справедливость. Смотрите сегодня на телеканале СВОЁТВ сразу после вечернего выпуска новостей. И это все на сегодня. С вами был Евгений Быков. Желаю вам отличного вечера и только хороших новостей. Субтитры сделал DimaTorzok